Всем привет! Привет! Добро пожаловать во блог на пару! Всем привет! Добро пожаловать во блог на пару! Показываю вам специальные эти елочки. И пилотство было украсано в Москве к Новому году. Подходит к концу. То есть в Москве тоже подходит к концу новогоднее безумие. 15 января 2017 года. Последний день фестиваля путешествия в Рождество. Пока стою на светофоре тоже покажу вам. Все теперь уже будут разбирать. Я перехожу улицу, дорогу. Все будут разбирать. Огоньки горят уже такие. В том режиме, как они целый день горели. Уже этого не будет. Кое-что оставят. И иллюминация будет только, по-моему, до 23.00. И включать огни будут в момент, когда будет выступать темнота. То есть это все будет по природным часам происходить. Ну а пока народ ходит, гуляет. Весело. И последний раз покажу вам световой тоннель. Который сейчас сверкает своими огнями. Я так понимаю, что это уже последний день. У нас тут небольшая идиллия. Смотрите, какие ледки у нас тут слезиные. И хвостик такой. Вот. Я так умиляюсь, потому что Маня очень редко приходит к маме. Практически никакой не приходит. Просто какое-то у нас сумасшествие тут. Безумие. А Баська вон там лежит. Две девчонки. Ну, вы видели, что я сегодня была на улице. Это я шла занятия по ТПРВ. Да. И круга была страшная. Просто вообще столько снега намело. Бедные дворники не успевают все это вычищать. Ездят машины, а на улице все чавкает. И вот они это все развозят. Ой, вообще кожурка. Я не знаю, я из окна смотрела, было все, бежим, бежим. Ничего не знаю по поводу чавкания. Вот. И сегодня на занятиях у нас было очень интересно. Я говорю, Макс, фотографируй мне, пожалуйста, киш. Да, я забыла. Киш-лоран сегодня мы делали. Нет, меня не сняли. Я забыла с фотографиями. Придется готовить. Нет, мы обязательно приготовим. Сейчас формочку, когда кофе. А что будет завтра, ты сказала? Завтра будет ассамблея по микроволновке. Но там же параллельно еще какие-то инструменты все равно показывают. Нас просто не волнует, совершенно не интересуют приборы по микроволновой печи. Но, кстати, очень многие покупают. Вот сегодня, кстати, с Мариной мы опять встречались. Она покупает себе контейнеры. Мы не встречались, но привет. Тебе привет передавали. Она покупает себе контейнеры для микроволновки. На работе разогревается. Очень хорошие, удобные контейнеры. Ну и помните, я вам сказала, я не все, конечно, обещания сдерживаю, такая негодяйка я. Но я вам сказала, помните, мы хотим в воскресенье устроить таким днем ответов на вопросы. Вот сделаем такую традицию, что в воскресенье мы точно отвечаем на вопросы. Да? Только на вопросы? Только на вопросы! Традиция пошла. Да, пошла. Ну как будто бы мы в другие дни не отвечали на вопрос. Вот я и говорю. Вопрос от Ирины. А, нет, сначала вот, что я вам скажу. Помните, я вам рассказывала, что купила ватные диски в Ревгоше? Ну, первый раз купила, и они мне так не понравились. Вот я наливаю, ну они какие-то такие, как рифленые, там цветочки сделаны. Я наливаю на них тоник, и они прямо в середине расползаются, и дырка сразу получается. В общем, слабенькие какие-то, непонятные. А стоят они дороже, чем обычные диски? Да, вот эти 80 штук стоят 99 рублей. Ну, мрак просто. Только за то, что они цветочки тут нарисовали. В общем, никогда в жизни больше не буду. Мои дурацкие. А вот это вы не забыли купить? А вот это, вот посмотрите, у нас есть еще это, это, это. Потому что никогда на них не поведусь. Да, вот я поярчина сделала. И еще я хотела пожаловаться. Помните, мы пользовались очень хорошими ватными дисками? С хлопок и бамбук. Да, их нет. С одной стороны бамбук был, с другой хлопок. Они пропали. Если кто-то знает, где они продаются, подскажите нам, пожалуйста. Кстати, спасибо вам огромное, что написали, где пшикалка лореалевская. По всем дислокациям, которые вы описали. Если я, кстати, в перекресток даже заходила. Но у нас, видимо, такой маленький перекресток, там ничего нет. В общем, по всем дислокациям, которые вы там описали, я поняла, что мы туда не доедем. То есть ничего такого в центре я не увидела. Поэтому я заказала уже их на Озоне. А когда у тебя будет доставка? Доставка должна быть на этой неделе. Ну, мне должны прислать. Я думаю, что дольше будет доставка, потому что я на выходных заказала. Но мне должны прислать смс-ку. Это также вот на Озоне, где мы покупаем, получаем Тапру. Поэтому там заодно уж будет. Но дороже, чем вы написали. Кто-то написал, что 350 рублей стоит. Кто-то написал 400 рублей. Ну, вот 400 рублей получился эта пшикалка. И мы обязательно протестируем, я думаю, на этом канале. И в недалеком будущем, даже в ближайшем будущем нам надо протестировать. Да, конечно, в ближайшем, потому что Арман, к сожалению, уезжает. Он нам позвонил, что 29-го улетает, и нам нужно накраситься. Вопрос от Клёпу1980. Фу, Бася. Фу. Сейчас прямо раз фу. Фу, 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 фу. Вот, наоборот. Наоборот. Давай за мной. Вопрос от Ирины Остапенковой. Подскажите, пожалуйста, как правильно принимаете витамины, главный спект для женщин? Как вы их принимаете? Все разом или частями в течение дня? Ну... Конечно, все разом. Да. Вот этот вот пакетик, Саше, это на один прием. И принимаем каждый позже день. Иногда два раза в день. С 2009 года. Иногда два раза в день. Потому что, вот, кто знает, консультант по Wellness Pack, ой, вообще по программе Wellness, по всем продуктам Wellness, у нас Григорияна Ольга Николаевна. Это официальный сотрудник, где она там, НИРА, вот что-то такое. Ну, в общем, с диетологией связано. И когда на одном из семинаров она, опять же, рассказывала про прием витаминов, она говорила о том, что вот лично она сама, а я с ней лично знакома, и мне она тоже это говорила, что она принимает дважды, иногда в день, иногда три раза в день Wellness Pack, когда больна. Больна, либо когда она ездит в какие-то командировки, и очень напряженный график работы. Ну, не только, когда там авиакакие-то перелеты, какая-то стрессовая ситуация. Ну, там много есть вариантов. Но, вы знаете, кто-то написал нам, правда, один только человек это написал, что нам все время пишут, что наш врач какой-то странный, что-то не то назначает. Но врачи назначают то, что надо, и если бы вы были всегда ознакомлены со всей ситуацией, которая есть, вы бы понимали это. Ну, вот мы ходили на тестирование нашей костной ткани, в связи с некоторыми нашими медицинскими обстоятельствами, и маме сказали, что очень хорошая костная ткань у нее. Мы это уже говорили. Да, в соответствии с возрастом. И мама задала вопрос, мы вот это не говорили, а что бы было, если бы была не очень хорошая костная ткань? И эндокринолог сказала, что она бы назначила витамин D. Я говорю, Маня, у меня все хорошо, только потому, что я витамин D. Вы пьете витамины. Да, и на самом деле, когда я даже перестаю пить витамины, мы живем в Москве. Мы живем не просто в Москве, мы живем в центре. Мы живем под самым огромным вот этим облаком из выхлопных газов, грязи и всего. Мы живем в очень загрязненной атмосфере. У нас даже когда закрыты окна, все равно очень много грязи на подоконниках. Мы ее все время протираем. И, конечно же, если бы не было вот этих витаминок, у нас бы организм просто не справился бы со всем тем, что происходит в этом городе. Мы живем в мегаболисе. Вы знаете, у нас несколько лет назад... Это не реклама, прости, пожалуйста. Это не реклама Арифлэм из этих витаминов. Вы можете любые витамины покупать. Несколько лет назад у нас горели торфяники и жуткая была экология. У нас и смог был, и в общем совсем все плохо было. И очень у многих было обострение легочных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний. А мы на минуточку в это время работали на улице с нашей командой, но мы все пили дополнительно несколько таблеток, вот этих капсул астаксантина. Я считаю, что мы только этим спаслись, и никто не заболел, никому плохо не было. Это антиоксидант, который выводит из организма свободные радикалы. Но Ирина также написала, что после приема витаминок за завтраком, вот всех четырех, ей стало плохо, очень сильно, целый день кружилась голова там и так далее. Я вам хочу сказать вот такую вещь. Конечно, прием всех абсолютно препаратов на каждого действует индивидуально. Я в свое время, когда, ну очень давно, когда Гербалайф только пришел на нашу землю, и мой муж притащил нам два комплекта этого Гербалайфа себе и мне, и сказал, пей, я заплатила за каждый комплект по 120 долларов. А тогда эти доллары были на час, тогда мы только-только начинали с ними жить, и это были бешеные деньги совершенно. Вот он ушел на работу, а там такие таблетки здоровые, как тараканы. И я их разложила, надо было семь штук выпить за один раз. А мама вообще не может большие таблетки пить. А я вообще не могу. Я даже вот седальгин, большую таблетку. Нет, ты даже вот эти все, вот эту пачку арифлэймовских витаминов, каждую кладет и пьет. А я могу прям горсть из шести штук взять и запить в воду. Ну, в общем, я эти таблетки разложила так, как солдатиков, и давай их в себя запихивать. Я их туда, они у меня обратно. Я их туда, они у меня обратно. Все-таки я семь штук, я не знаю, минус 45 я их пила, выпила я их, и вы себе не представляете. Ну, я не знаю, то ли это само внушение, то ли что. Аллергия у тебя была просто. У меня было так плохо. Я думала, что все, я помру. Я ему позвонила, говорю, приезжай домой, я уже подыхаю от твоего герболайфа. Паспорте, потом свекрови отдали. Ей тоже надо было худеть. И она пила, ей все было нормально. Вот у меня к этому герболайфу вот такое отношение сразу негативное возникло. Поэтому, конечно же, если вам плохо, ну попробуйте еще раз. Попробуйте другие витамины, например. Просто сделайте именно такой набор. Потому что, как ты сказала эту израм-залу? Астексантин. Израм. А, Григорияна Ольга Николаевна. Я забываю имена, и вы знаете почему. Ольга Николаевна, она говорила на всех семинарах, которые проходили, она говорила, что очень хорошо подобран вот именно комплект. Так что в мире нет вообще. В чем, говорит, гениальность этого пакетика? Именно пакетика, да. Что они подобраны очень хорошо. Там есть жир в виде рыбьего жира, там есть водорастворимые и жирорастворимые витамины. И есть вот этот антиоксидант. Так вот, если вы... Минералы все абсолютно. Если жирорастворимые витаминки выпьете просто с водой и без еды жирной, именно просто с салатом, например, то они никак не усвоятся в организме. А тут получается именно с рыбьим жиром, омега-3, омега-6, там, в общем, с рыбьим жиром, у вас наоборот эти витаминки усваиваются. Поэтому, если вы будете подпирать, ну, тоже в аптеке купите и рыбий жир, и какой-то антиоксидант, и мультивитамины, чтобы было именно и жиры, и водорастворимые они. И составьте себе сами вот этот же комплект. Просто из тех, которые вы лучше переносите витамины. Вот, очень долго мы натечили на этот вопрос. Вопрос от Светланы Гурман. Жаль, так, а Маня у вас не пьет из мелкой посуды? Нет, мы уже рассказывали, что она приучена, я не знаю, или сами животные выбирают. У моего сына стояла всегда трехлитровая банка с серебряной ложкой. Он отстаивал воду. И собака, кошка подходила и пила вот из этой высокой посуды. И сначала я ей наливала в блюдечко, ну, специальная тоже кошечка была. Она очень плохо пила эту воду. А потом я вспомнила вот про то, что она из банки пила. Теперь в чашечку я ей наливаю, она очень хорошо, ей удобно пить. Она из блюдечек не ест. Тоже он ее приучил к пиалам. Мискам, да. Мисочки такие маленькие. Вот она у нас есть только из этих пиалушек. Ну что, вот так вот. Кто кого воспитывает, неизвестно. Ну, вернее, неизвестно, всем давно известно. Мы живем в ее квартире. Да. И очень часто ей мешаем жить. Хозяин спит у меня вот на двери на коврике. Она все время нас выгоняет с дивана, потому что ей же надо лечь. Что здесь делаете? Непонятно. Вопрос от Розанны Куприяновой. Аня, хочешь ли ты второй раз замуж? Я вот, например, там уже была и больше не хочу. Розанна, я с вами от Салидного целена. Девочки, это пройдет. Пройдет несколько лет. Вы успокоитесь. Все будет хорошо. Ну, я могу так сказать. Я в том формате, в котором брак есть, я бы его, конечно, не хотела. Если вот это сожительство с другим человеком, оно приносит, не приносит радости, а приносит только какое-то разочарование, негативные эмоции, ну, или не только, а по большей части из 100%, то вообще любые отношения, не только между мужчиной и женщиной, любые отношения, если приносят не радость, а негативные эмоции, они не должны просто быть в жизни. Потому что жизнь у нас одна. Думай, наши отношения, что мне приносят? А что тебе приносят? Вдруг негативное что-нибудь приносят? А они приносят тебе что-то негативное. А ты как думаешь? Сегодня, знаете, что мне сказали? И я так рада, что у меня родилась такая игрушка. Я говорю, реально тебе игрушка. Она мне все время говорит, тебе так нравится меня, как куклу одевать. Мама радуется, когда мы приходим в магазин, и я что-то покупаю больше, чем я. Потому что, ой, вот это на тебе красиво будет смотреться, и это на тебе красиво будет смотреться. Ну, конечно же, все мамы так думают. Вот. Ну, любые отношения должны приносить радость, и дружеские, и браки. А не секрет, что большинство, даже больше 50% браков, особенно в России, заканчиваются разводами. Ну, почему 50% больше? Ну, я говорю, больше 50%, и заканчиваются разводами. В Москве вообще, по-моему, 80%. Ну, в общем, я туда не хочу. Вот. Смысл в этом. Ничего, поживем, увидим. У тебя сколько ушло на это лет? 12? 7 лет. 7 лет на маму ушло. На то, чтобы заново... Нет, на то, чтобы вообще, в принципе, захотеть с кем-то встречаться после первого развода. Ну, все люди разные. Честно, я вообще никогда не хотела замуж. Ни первый, ни второй раз. Ну, нет такого, не было у меня такого, как вот у некоторых женщин. У нас есть одна знакомая, которая сейчас уже за 55. Знаете, она всю жизнь хотела замуж. И вот она ищет тысячи, тысячи... И ни разу не была замужем. Двоих детей родила. И при этом, вот, мне кажется, что когда человек очень-очень-очень сильно чего-то хочет, он никогда этого не получает. А есть у нас родственница, которая, я так понимаю, что вообще с молодости ни разу не жила без отношений с мужчиной. То есть, вот подряд, 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 подряд она с кем-то встречалась обязательно. Безумно самодостаточная женщина. Я и баба, я и конь, как чего-то там. В общем, все делает, и огонь. И при этом, вот, вы знаете, она прям депрессует. Ну, без мужчин. Детий муж сейчас, ну, уже возраст, но, я не знаю, вот она вообще без мужчин. То есть, люди все разные. Кому-то нужно, чтобы постоянно кто-то рядом был, а кому-то это нафиг не надо. Как в «Друзьях роз», я люблю быть в браке, мне нравится быть женатым. Да, вот так вот. Да. И последний, да, вопрос. Да. Розанна Куприянова спрашивает. Ой, Реаня, расскажите нам о ваших заветных мечтах. Ну, они же заветные, ну, как же мы будем про их рассказывать? Вы чего? Вы следите за нашим влогом, и вы, надеюсь, увидите. Самая заветная мечта, чтобы был мир во всем мире. Вы что, баллотируетесь на мисс Вселенная? Это как мисс конгениальности. Ну, и, конечно же, мир во всем мире. Чтобы был мир во всем мире. Нет, самая заветная мечта, конечно же, чтобы, ну, это не сбыточная абсолютно мечта, но чтобы все наши родные, близкие, любимые люди всегда оставались здоровыми и живыми. Вот это самая заветная мечта, но она не сбыточная. А все остальные мечты, цели и желания вы, я надеюсь, увидите в нашем влоге. Так что подписывайтесь! Я когда это слово говорю, мне так слышно все равно нравится. Ставьте большой лайк! Да. И подписывайтесь! И подписывайтесь! Ну, и наши благодарности на сегодня. Я сегодня благодарна за то, что я некоторые вещицы там понаделала. Разыскные работы понаделала. Я думаю, что уже можно сказать. И что ты понаделала-то? Уже можно, наверное, сказать, потому что я же ищу это, и все увидят. А что ты понаделала-то? Я же не в курсе. А-а-а! Конечно! В общем, я скоро начну учиться в автошколе. И я сейчас... Ну, у нас это было запланировано на февраль? Да, вообще на февраль было запланировано, но я зашла на сайт автошколы, в которую я хотела учиться. Она у нас здесь, через дорогу. Да. Ну, не через дорогу, она на этой... А ты мне все время говорила, что у нас здесь подборье. Я потому что думала, что здесь. А подальше, у Никитских ворот, да? Ну, я теорию хочу учить онлайн, поэтому это не важно, где она конкретно находится. Но там была акция, что вот это онлайн-обучение бесплатно, а практика платит только за практику. Поэтому я подала заявку, и вот в понедельник-завтра должна позвонить, вообще узнать, как это все происходит. Я специально не оплатила онлайн, чтобы узнать вообще, что и как. Вот. И в ближайшее время я начну учиться водить машину. Это не значит, что у меня скоро будет машина. Это значит, что у меня будут права, я надеюсь, которые будут тихо, спокойно лежать рядышком. Вот. Это, конечно, большой такой, ну, шаг, потому что я... Стрессик такой. Стрессик. Я буду ходить. Ну, сначала просто онлайн учиться теории, а потом буду ходить на практические занятия тоже. Я вообще всегда считала, и всегда ей говорила, что она очень хорошо будет водить машину, а вот муж ей все время внушал, что она вообще никогда в жизни не сможет водить машину. Она так как-то растеряла свою уверенность. Я просто честно вам могу сказать, я очень боюсь водить машину на механике. У меня очень, вот, меня просто трясет. Не то, что боюсь, мне просто кажется, что это так сложно найти все, переключать скорости. Но надо научиться именно на механике водить, потому что на автомате тогда точно сможешь водить. Вот. Ее папа очень хорошо водил автомобиль. Ну, печально, что он на автомобиль-то и разбился, в общем-то. И Аня вообще умеет великолепно концентрироваться. Очень она внимательная. Говорите, говорите про мою исключительную уникальность. Я говорю, про ты меня останавливаешь. То есть мне кажется, что у нее это все должно очень хорошо получиться. Ну, на самом деле, у меня есть подруга, которой я удивилась, что она водит машину. Потому что она вся такая, ну, раздолбайка, в общем-то, но она водит машину. И я думаю, а что я не могу водить машину? Ну, где здесь? Вот. Сейчас все подруги, которые меня смотрят, сразу подумали, что я о ней говорю. Вот. Ну, и вот я безыскные работы проводила, там все смотрела, где что, как. Вот. И я очень за это благодарна. Вот за что я благодарна. А я благодарна за то, что я снова попала на занятие ТАПРВ. Там очень прикольная обстановка. Ну. Всегда вкусно пахнет. Но ничего не дают есть. Ну, а мы с вами обязательно увидимся завтра. Напишите, пожалуйста, чего бы вы вот так же хотели. Вот я долго очень шла к тому, чтобы пойти учиться на машине водить. Машину водить. А чего бы вот вы хотели и к чему вы постепенно-постепенно приходите, заживаете с тем, чтобы вы это сделаете. Какой мысль вы себя приучаете долго. Да. Да. Ну, а мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. И мы любим понедельники. Обожаю. Завтра понедельник. Пока-пока.